Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании Сампо о главных событиях этого дня. Расскажем вам я, Анна Яровая и мои коллеги. Двенадцать километров нового полотна в Лоовском районе после ремонта открыли участок федеральной трассы. Фестиваль «Володой театр» в Карелии открыл спектакль «Старший сын». Мы вас верим, мы надеемся, мы будем вас поддерживать и болеть. Новое название, новый тренер, обновленный состав. Хоккейный клуб «СКА Карелия» накануне первой игры сезона встретился с болельщиками. В Лоовском районе введен в эксплуатацию последний 12-километровый участок федеральной автомобильной дороги «Кола». С окончанием работ завершилась реконструкция трассы от пересечения с автодорогой Лоу-Хисо передо границей с Мурманской областью. А это, ни много ни мало, 62 километра. Работы велись более 10 лет. Завершить строительство удалось благодаря активному взаимодействию с главой Карелии. Александр Худиланин помог решить вопросы с привлечением федерального финансирования. Тему продолжит Ольга Ряминин. На реконструированной трассе новое покрытие. Оно намного прочнее прежнего. Его состав хорошо приспособлен к отрицательным показаниям термометра. Нашему северному капризному климату резкой смене температур от плюсок-минусов. Саму дорогу заметно расширили, увеличив ее пропускную способность. На всем протяжении установлены новые дорожные знаки. 9 километров барьерного ограждения. Сигнальные столбики. Преобразился и перекресток трассы с дорогой Лоу-Хисо-Перя. Теперь он освещается. Смонтировано цифровое информационное табло. Появились видеокамеры и счетчик интенсивности дорожного движения. Такие перемены на федеральной трассе важны не только для грузоперевозчиков, но и для населения Лоуского района. Только плюс, потому что дороги были вообще ужасные. Ничего хорошего от этого не было. Долго добирались. С учетом того, что район-то у нас большой, раскиданы поселки по разным местам. И вот людям, мне кажется, проще намного добираться. И удобнее, комфортнее. Конечно, хорошо. Чем лучше дороги, тем лучше ездить. На открытии участка дороги руководитель управления автомагистрали Кула Валентин Васьков отметил, что завершить строительство удалось благодаря взаимодействию с главой Карелии, который положил конец долгострою. Ведь работы на трассе велись с 2001 года. Последние годы два, они резко, темпы работы реконструкции резко усилились. Это, наверное, самая главная задача при привлечении инвестиций в республику. Работа Александра Петровича именно с Министерством транспорта, с Росавтодором, она позволяет решать глобальные вопросы. После окончания работ в Лоовском районе начнется реконструкция дороги до Кими. Это, опять же, вопрос обеспечения занятости населения. Это, опять же, вопрос дополнительного производства строительных и щебеночных материалов. То есть, опять же, вопрос экономики республики. Кстати, осенью закончится капитальный ремонт участка дороги Р-21 «Кола» протяженностью 21 километр в Пряжинском районе. До конца ноября 2014 года он будет введен в эксплуатацию. Правительство Карелии утвердило документы, которые в перспективе должны стабилизировать работу Карелгаза. В частности, Министерству финансов поручено предусмотреть деньги на компенсацию газовой компании части убытков от продажи сжиженного газа населению. Сегодня газ в столицу Карелии поставляется фактически с колес. На данный момент в наличии 51 тонна. Придомовые газовые установки наполнены только на 15 процентов, и это в два раза меньше нормы. По словам заместителя генерального директора Карелгаза Сергея Данилова, очередная поставка ожидается в пятницу, и понедельник придет около 50 тонн. Однако проблему это не решит. Газовики ждут компенсации потерь. Принятые на уровне правительства Карелии решения, говорят, они позволят формировать запасы газа на зиму и в дальнейшем планировать долгосрочные поставки топлива. Пока же временные перебои возможны. Газовики напоминают, что в случае отсутствия газа нужно звонить по телефону 04. Дежурная служба работает круглосуточно. В Карелгазе обещают решать проблему в течение двух часов. Кандидат в депутаты Петрозаводского городского совета Николай Тараканов. По решению суда выбыл из предвыборной кампании. Причина – нарушение порядка финансирования агитационной кампании. На пресс-конференции Николай Тараканов пояснил, что суд признал нарушением то, что деньги, выплаченные им за работу одному из своих агитаторов, не были проведены через избирательный фонд. Это юридические нюансы стали известны суду из бумаг, которые, по словам Тараканова, пропали из его офиса. Он также сообщил, что жалобу на него подал кандидат по тому же округу от фракции ЛДПР. Здесь ситуация такая, что касаемо позиции официальной ЛДПР, это не их позиция, они никаких указаний на то, чтобы их выдвиженец эти действия предпринимал, не давали. Николай Тараканов предположил, что его снятие с выборов, скорее всего, дело рук его конкурентов. Он утверждает, что именно им выгоден его выход из предвыборной гонки. Тараканов высказал опасение, что в Петрозаводске результаты этих выборов определяет не столько голоса избирателей, сколько отработанные выборные технологии. Однако вместе с тем он не намерен оставлять политику и попытается в будущем участвовать в борьбе за представительство в законодательных органах власти. Вместе со своими сторонниками, с теми людьми, которым моя позиция близка, мы будем продолжать эту линию на наведение порядка в городе, на то, чтобы люди, петрозаводчане, вот эту позицию нашу услышали. Я надеюсь, они ее поддержат. И я бы еще хотел сказать, что я надеюсь, что люди, вот петрозаводчане, опять же, на этих выборах, на выборах по этим двум участкам проявят сознательность и придут проголосовать за любого кандидата. Напомним, выборы депутатов состоятся в это воскресенье, 14 сентября, в единый день голосования. С 1 января вступает в силу новый федеральный закон, который внесет значительные изменения в порядок формирования и расчета страховой пенсии. До этого времени еще 4 месяца, однако пенсионный фонд уже сейчас предлагает предприятиям и организациям организовать информационные встречи с трудовыми коллективами, на которых специалисты фонда смогли бы рассказать о новых условиях назначения пенсии. Тему продолжит Максим Смирнов. Новый закон об изменении порядка начисления пенсии не коснется граждан, которые уже ее получают, и он никоим образом не ухудшит их финансовое положение, подчеркивают специалисты фонда. По новым правилам пенсия будет рассчитываться по определенным баллам и по формуле для тех, кто только начал работать, и для тех, кто продолжает свой трудовой стаж. Все пенсионные права, которые они заработали до 2014 года, они будут сконвертированы в пенсионные баллы. И дальше уже баллы будут формироваться, начиная с 2015 года, в рамках той пенсионной формулы, которая утверждена на сегодняшний день федеральным законом. Чтобы получать достойную пенсию, должны быть выполнены три условия. Официальное трудоустройство, белая зарплата и трудовой стаж. Именно от него напрямую зависит, сколько человек будет получать денег на заслуженном отдыхе. Необходимый для назначения пенсии стаж будет с каждым годом увеличиваться. В 2024 году гражданин должен будет отработать 15 лет, чтобы иметь право получать пенсию. Пенсионный возраст не повысят. Со следующего года фонд запускает новый электронный сервис, с помощью которого жители страны смогут узнать всю информацию о ходе начисления пенсии. Получив парольную информацию, коды активации, каждый гражданин, работающий гражданин Российской Федерации, будет иметь право доступа в личный кабинет застрахованного лица и будет владеть информацией о своих пенсионных правах в виде индивидуальных коэффициентов или пенсионных баллов. И стоимость каждого пенсионного балла ежегодно будет утверждаться правительством Российской Федерации. До нового года Управление фонда по Петрозаводску проводит активную разъяснительную работу по изменениям законодательства. Жители столицы Карелии могут записаться на прием к специалистам лично. И кроме того, специалисты фонда готовы провести консультации для коллективов фирм, предприятий и организаций города. Сегодня днем легковой автомобиль въехал в припаркованную фуру на лесном проспекте. Двое человек пострадали. Как сообщили в дежурной части ГИБДД, Петрозаводска ДТП произошло в 14.05. Обстоятельства аварии выясняются, но известно, что грузовой автомобиль был припаркован возле гипермаркета «Сигма». Водитель 15-й модели «Жигулей» врезался в него на полном ходу. В аварии пострадали двое человек – водитель и пассажир легковушки. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи с признаками сотрясения мозга. А теперь коротко о других событиях в республике. В этом году в Карелии впервые реализуется федеральная программа «Ты предприниматель». Для того, чтобы попасть в программу, необходимо зарегистрироваться на сайте «molpred10.ru» и пройти тестирование на оценку предпринимательских способностей. По результатам теста 330 участников пройдут бесплатное обучение по стандартам федеральной программы. А лучшие из лучших смогут принять участие в конкурсе «Бизнес-идей» и получить грант на реализацию. Подробную информацию можно получить по телефону 78 47 68. Карельские парламентарии обратились к властям Петрозаводска с предложением организовать скрытый рынок для местных фермеров. По мнению депутатов, на таком рынке местные товаропроизводители смогут беспрепятственно торговать своей продукцией. В настоящее время в столице Карелии практически не существует специально организованных мест для продажи местной сельхозпродукции, а также сезонных продуктов, ягод, грибов и рыбы. Если депутатскую инициативу не поддержит город, парламентарии намерены отстаивать ее уже на республиканском уровне. Жители Карелии поддержали проект художников Савельевых и собрали 50 тысяч рублей на выпуск первой серии цветных картин и многослойных открыток с изображением карельских памятников зодчества. Теперь художникам предстоит закупить материалы и сделать открытки для этнокультурных центров, а также картины для выставок по всему региону. Кроме того, авторы проекта снимут анимационный ролик о Карелии. Фотовыставка «Русскеала Тайна Гнебины» откроется завтра в Национальном музее Карелии. Ее авторы Антон Юшко и Олег Минников – известные исследователи, спелеологи, фотографы из Санкт-Петербурга. В течение нескольких лет со своими коллегами они исследовали и собирали материалы о горном парке «Русскеала». Выставка задумана как фон для общения специалистов, представителей власти и общественности о судьбе приграничных памятников природы и индустриальной культуры. В Петрозаводске открылся фестиваль «Молодой театр». В ближайшую неделю зрители столицы Карелии смогут увидеть 13 спектаклей театров со всей России. Открыл фестиваль о молодых и для молодых спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Кому посвятили свою игру актеры Петербургского театра «Мастерская» узнала Алиса Аграновича. Мы таким замечательным спектаклем и такой замечательной труппой начинаем действительно новый фестиваль, который, я думаю, будет развиваться. Фестиваль «Молодой театр» проходит впервые. Открылся он вампиловским старшим сыном в исполнении актеров театра «Мастерская». Это моя мама и ее сестра двойня. И когда они родились, никто не верил, что они выжат, потому что они были настолько слабенькие, худенькие. А моя бабушка мечтала назвать их Ира и Марина. А про бабушку говорит, слушай, они все равно помрут, и, говорит, не тратят на них хорошие имена. И говорит, позови Галя и Валя. Этих строк вы не найдете у автора. Они появились по воле актеров. Постановку они посвятили своим родителям. Написанная вампиловым в 60-е годы, но не стареющая пьеса о любви и одиночестве, о необходимости быть услышанным и понятым, оказалась близка молодым актерам. Открой мне! Слышишь? Наташа, открой! Наташа, тебе все надо сказать! Наташа, тебе я, Наташа, слышишь? Открой! Иди! И скоро как будешь? Да мне плевать на эти слова. Пусть все знают, что я дурак. Сердце! Тебе не хочется обоя! Сердце! Как хорошо на свете жить! Театр-мастерская вырос из студенческой группы Санкт-Петербургской академии театральных искусств. Ребята не пожелали расставаться после выпуска в 2011 году и создали театральную труппу. Практически все у нас такие молодежные спектакли. Но есть еще и не очень молодые артисты, которые приезжают из Вологды, из Уфы. Но они играют для молодых и поднимают молодежные темы. Фестиваль «Молодой театр» продолжится до следующего четверга. Петрозаводчане смогут увидеть постановки в исполнении театральных коллективов из Норвегии, Сербии, Москвы, Уфы, Кирова, Вологды и, конечно же, Петрозаводска. Новое название, новый тренер, обновленный состав. Хоккейный клуб «СКА Карелия» открывает сезон. Команда обещает, что он будет насыщенным. Первая игра состоится уже послезавтра в Нефтекамске. Перед отъездом хоккеисты встретились с болельщиками и рассказали о том, как идет подготовка к новому сезону и об изменениях в составе команды. Все подробности в нашем следующем материале. Приветствуем первого зарубежного легионера в составе «СКА Карелия» – Дэвид Суандер, Швеция! Болельщикам представили восьмерых новых игроков. Среди них хоккеисты из Петербурга и Москвы и даже один из Швеции. Но ни одного из «СКА Карелии». В клубе по-прежнему нет уроженцев нашей республики. Сейчас в Карелии построили, насколько я знаю, закончили строительство тренировочного дворца спорта. Каткар дворца спорта не будет вызывать. Поэтому мы надеемся, что хоккей будет развиваться. И ребята, которые будут тренироваться, молодые в Карелии, познавать азы хоккея, в конечном счете придут в команду «СКА Карелия». Всем новичкам вручили хоккейную форму с новой символикой клуба. Напомню, еще в начале июля руководство клуба решило переименовать ВМФ «Карелию» в «СКА Карелию», чтобы привлечь новых болельщиков. Среди любителей хоккея «СКА» – известный бренд. Это единственный российский клуб, который играет в континентальной лиге. Наш клуб входит в структуру «СКА». Но до июля этого года он носил другое название. Теперь «Карелийский клуб» будет восприниматься болельщиками как часть системы «СКА». В этом году наша команда впервые выйдет в налет с новым названием. С открытием сезона команду поздравил Александр Воронов. Хочу сказать от имени всех болельщиков, конечно, мы соскучились уже по большому хоккею. Соскучились по победам. Я поздравляю с окончанием формирования уже нового состава команды. От лица всех любителей хоккея Республики Карелия хотел бы, конечно, пожелать вам, ребят, успешного выступления. Мы вас верим, мы надеемся, мы будем вас поддерживать и болеть. Новый сезон будет интересным, говорит главный тренер «СКА» Карелии. К нему команда готова. Клуб уже провел 9 товарищеских матчей. Из них 5 наша команда выиграла, 2 проиграла и в 2-х сыграла в ничью. Начинать болеть за наших хоккеистов можно будет уже скоро. В ближайший четверг они играют с хоккейным клубом «Торос» из Нефтекамска. А в Кондобоке первая игра состоится 19 сентября. Команда встретится с хоккейным клубом «Динамо» из Балашихи. Такими были события этого вторника, 9 сентября. Я Анна Яровая и мои коллеги прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова